Доброго дня! Можно вопрос? Присаживайтесь. Спасибо. Почему решили искать работу? По состоянию здоровья. То есть? Я в эти два года, что был без работы, я, как сказать, бухав. Пытался из депрессии выйти. Не вышел. Короче, если я не найду работу, то печенька просто откажет. Ну, понимаем. Ну, давайте заполним анкетку. Анкетку. Итак, какое у вас образование? А яке бувае? Среднее, выше? Ну, чуть выше среднего. Хобби у вас есть? Уже нема. Раніше гроші збирав, а зараз вже нема. Ну, мизмат. Не-не, просто згребав до кучи і в подвал. На дом купив. Нашу мене 1400 квадратів, до сих пор не понимаю. Хорошо. Ваше главное качество? Умею делитися. А что у вас с глазом? Ничего. У меня тоже начинается... Не делайте так. Хорошо. Какое у вас знание языков? Другие. Ну, а какой уровень? Медиум, интермидиэт, апрер интермидиэт? Ну, скажем так, на уровне гівмійомані. Але на 22 мовах світу. А зачем вам это? То я до Євро-2012 готувався. Я, до речі, після нього рейндж-ровера купив. Понятно. Що ви цените в людях? Грощи. Ну, а що-то нематериальне? Щедрость. І все? Ну, ще глупість. А краще всього, глупість щедрость. Така прямо тупа, безвозвратна щедрость. О таких людей люблю. Особі навыки у вас є? Да, да. Наприклад, знаю 50 рифм на слово «поліція». Рахуйте. Поліція ху... О, не, не надо. Я понял ход ваших мыслей. Ну, чтож, первая вакансія. Доставщик їды. Зарплата 4 тисячі. Ну, в принципі, це трохи менше, ніж я заробляв на предыдущому місці роботи. Ну, з чого-то ж надо начинать, да? Давайте. А там як гроші? С утра дають чи по окончанню сміни? В конце місяця. Не, я щось не помню, подождите. Ну, деньги выплачивають в конце місяця. 4 тисячі. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, не, ну я серйозно. Я серйозно. То ти про те, що мені капає на карточку кожного місяця. Не, ну то понятно. А що реально в конце місяця виходить? В конце місяця ви получите 4 тисячі гривен. Ви тут роботу предлагаєте чи волонтерство? Може я не туди прийшов? Ми предлагаємо вам розвозити їду на собственному авто за 4 тисячі в місяць. На моєму рейнджровері... Суперчарджд. Ти ціни на бензін бачил? У мене 4 тисячі тільки в день виходить. Я зрозуміла, ця вакансія вам не підходить. Не підходить. Вот, следующая вакансія. Требується охранник в ПТУ 45. Не, не, не. В ПТУ я більше не повернусь ніколи. Я там ще за розбитие склона рассчитався. Физруку дал в морду. Директора послав. Ну, це коли було? Коли? Вчора. Я прийшов на собеседовання. А він мені, чого без сменки? Ну і тут началось. Ладно, тогда, я думаю, вам більше подойдет вот эта вакансія. Спеціаліст по взысканню задолженностей. Це шо, бабки вибивати? Ну, типо того. Нужно просити людей вернути долг в банк. Ну, да, да, понятно, бабки вибивати. Но применение силы запрещено. Не, не, понятно. Руками не бити. Все понятно. Нет, нет, вообще бити нельзя. Ти не волнуйся, я умею бити так, що сидяков не остається. Тем более, це ж по факту не я бью, а дубинка, понятно, да. Ну, і шо, получається, то, що сверху вибив, то моє, да? Нет, ви просто сидите на телефоне і званите людям, і все. На чому я сижу? Я понял, эта вакансія вам не подходит. Ага. Я так понимаю, ничего из предложенного вам не подходит, да? Не, вообще галяк. Тогда я предлагаю вам такой вариант. Предлагаю разместить вашу анкету на закрытом сайте, где ее увидят крупніші компании. Крупніші? Да. Ну, для этого вам придется пройти детектор лжи і відповідь на кілька вопросів. Детектор чого? Ну, обычний поліграф. Може, я не буду, то... Нет, нет, ви не волнуйтесь. Це требування крупних компаній. Скоро все будуть проходить поліграф, а пока только милиція і чиновники. Я знав, що я ізбранний. Смотрите, устройство дуже простое. Не бойтесь. Вот. Я буду задавати вам вопросы. Якщо ви відповідаєте на вопрос правду, загориться зелений світ. Якщо не правду, красний світ. Вам все понятно? Так. Точно. Конечно, точно. Я ж не ідиот. А що це за звук? Давайте, наверное, настроим сначала устройство. Я вам задам какой-нибудь простой вопрос, на который вам нужно ответить правду. Ну, например, скільки буде 7 умножить на 8? Нічого особи простой вопрос. Чого ти мене так сразу валуєш? Да ви не волнуйтесь так. Ми просто проводимо калибровку. Коли що ти проводиш? Настраємо устройство. Просто скажіть відповідь і все. Отвід? Нет, відповідь. Скільки буде 7 умножить на 8? Це шкільна програма. А ви що, в школі не учились? Конечно, вчився. Ладно, тогда другой вопрос. Ну, например, якого цвета трава? Откуда я знаю? Я ніколи в житті не курив. Вообще-то я не об этом спрашивал. Просто скажіть, якого цвета трава і все. Так а яка? Божки, гидропоника, гашич, спайси. Да, обычная трава. А, шалуха? Ну, шалуха зеленая, конечно. Поздравляю, це ваш перший правильний ответ. Спасібо. А приз ми не дадуть? Призом буде робота. А, спасібо. Ну що, приступим к опросу. Ітак, ви употребляли на роботі алкоголь? Нікогда. Ну, один раз на Пасху і все. Ну, ще було на Травневі, але після цього не каплі. Ну, ладно, ще на Новий рік і на День народження начальника. І все. Ну, ще на День автомобіліста. І на День МВД і все. Ну, ще коли хамяк помер. Хорошо. З цим вопросом ви справились. Следуючий вопрос. Ви брали взятки на предыдущій роботі? Отвечайте правду. Ага, я зараз отвечу правду. Він мене током, як шибане. Да не переживайте, ніхто вас не собирается бити током. Ага, мені начальник теж таке казав. А потім і током був, і ще й стріляв в мене. О, сочувствую. Ну, все-таки ответьте на вопрос честно. Слухайте, ну... Ви серйозно? Для самообороны. А воно шо, потім теж роботає, да? Вобщо-то да. Ладно, следующий вопрос. Был ли у вас на предыдущій роботі секс? Так. С жінчиной? Конечно, да. А вот я щас не понял. Тодавня історія. Я працював тоді в Одесі в отряді конної поліції. І... Ви що хочете сказати, що ви з Кані... Ніет! 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 О, на що так тормозить? О, шо... Душа в душу. Два тижні. А потім заходжу до туалету, а воно ссить стоя. Ну, мені... Мені вообще не панравилось. Ладно, давайте следующий вопрос. Давайте. Ви нарушали закон, будучи при исполнении? Ну, щоб відповідати на це питання, треба хоча б знати ці законы. Подождіть, ви ж милиціонер. Ви що, не знаєте законів? Це, звісно, знаєю. Учу. Уже купив книжку. Гарно. Поздравляю. Це був останній питання. Так? Можна я снімаю? Так, снімайте. Щас посмотрим. І що, ідея буду працювати? Ну, чесно кажучи, з такими даними я боюсь, що... Да? Боюсь, вам придеться вибирати. Вами заинтересовались все госструктуры, силові ведомства, і навіть дві партиї хочуть включити вас в список на следующі выборы. Я не понимаю, це якась-то ошибка. Це не ошибка. Це твоя країна. Знаємся, сонок. Значить так. Абсолютно убеждений, що тело, погружене в жидкость, соответственно, выталкиває жидкость. А коллектори считають, що тело, погружене в жидкость, как би говорить, где деньги? Така є інформація. Ісаак Ньютон придумав закон всемирного тяготения, тоді, коли йому на голову упало яблоко. От іной раз смотриш засідання Верховной Рады і розумієш, що там вряд ли яблони, там, скоріше всього, кокосовая пальма. Ну що ж, давайте посмотрим, так ли хорошо у нас с наукой, як об цьому говорять. Не, не то, не то. Що ж його такого придумати грандиозного, щоб опа і мільярдер. Ну це Елон Маск. Ну що він придумав? Ну поставив батарейку на колеса. І все, мільярдер. Блин, що ж наша наука так тупить, а? Що ж я до сих пор не мільярдер? Яна, є там кто-то умный в коридоре? Йогор Григорьевич, тут какой-то ученый-академик по поводу денег на науку. Уже две недели ждет. Вогонять? Не, 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 давай його сюди. Увереный? Да блин, уверен, давай. Так. Спасибо. Спасибо огромное вам. Вы представляете, я пять лет бегаю, пороги оббиваю, а у вас всего две недели просидел и выпустили. Спасибо. Яна, а нету других академиков там? Що-то ти слишком щуплый для этого проекта. А, ну, є другие, но, ви знаєте, вони все в Європі, в Росії, в Штатах. А чо, на конференції? На заробітках. Що, клубнику тягають, чи пенсіонерам попи підмивають? Они работають по спеціальності, вони учені, світіли науки. А ти чо ж не поїхав, фонарик? Я патріот. Що, візу не дали, да? Ха-ха-ха, понятно. Значит, смотри, чо я тебе позвал? Собирай команду, Всех возвращай із НАСА, із Гугла, із Роскосмоса. Пускай возвращайся в Україну. Будем... Эх! А ви представляєте, які у них там условія? А ти ще наші условія не слішав. У нас, между прочим, минималку підняли. Да. Тепер-те 4,7 сот. А в доларах? А в доларах. В доларах. Показ гривен начнем, потім посмотрим, як попрєт. Скажи їм, шо на них важна місія. Підімат і українську науку з колін. Давай. Потому шо, смотри, уже президент наш видів, на Теслі їздив. А це могла бать твоя машина. Мой де Уланас? Я имею в виду твою машину будущего. Ну, знаєте, якщо фінансування науку останеться на цьому жірувні, то, боюсь, в будучі я буду їздити на цьому жіла, націону ржавом. Шо, ти припідняєшся? Ти ще придумаєш машину, яка буде роботати на воді, на водороді, та хоч на дюрмі. Главне, щоб она літала, понимаєш? Літала? Сама зараз працювала гроші. Ну, як СБУ, наприклад. Ні, не СБУ, тому що там схема чуть попроще, ніж у вас. Ну, і ви ж розумніші, ніж вони. Ми не так сказали. Послухайте, щоб в научній розробці приносили діньгі, це потрібні десятилетия. Не, 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 у нас є місяц максимум. Понимаєш? Місяц? Місяц. Ну, в такому злучі, вам можна вигнать оставшихся академиків із здания Академії наук і продати здання. Вот. Ти думаєш, я ідіот? Це перша ідея, яка прийшла мене в голову. Нельзя, там місце слишком людне. Заметят. Короче, ми підемо сложним путем. Нам потрібно підняти і вивезти Україну в лідери по, як там було в мене написано, Ніно і Айсті. Во. Знаєте, Нана і Айті. Во, во, во. По ним. По ним. Ну, ви знаєте, це просто нереально. А от не треба мені тут розповідати, що реально, а що нереально. От нереально – це те, що в моєм родному Миколаїві чоловік став или Мега-супер-гипер-луп. Причем необязательно, щоб воно работало. Вот це вообще необязательно. Главне, щоб воно стояло, можна його було сфоткати і запостити на Фейсбуці. Понимаєш? І саме ключевое, щоб успість к містним выборам. Ось це важливо. Понял? Позуміться, розробки, о которых ви говорите, розроблялись годами. Ну, нельзя просто взяти без підготовки і зробити чудо. Не знаю, у нас на выборах все получилось. Ну, ладно, ладно, айфони, 6G, це можна на следующий год. В цьому году треба решити головну проблему. Це у нас коммуналка. Ми там на предвиборній такого нам пообіщали, що у нас буде і вода, і газ, і світло. Вже все практично безплатно. Можна що-то замутити, щоб це все було безплатно? Безплатно? Ну, конечно, можна. Вам просто нужно изобрести вечний двигатель. Все. Ну, так вот. Молодец. Башка работает? Работає башка? Що ж ти лошком прихидувався? Вот, молодец. Значит, смотри. Через неделю нам нужно 25 вот таких вечних двигателей. По одному в каждую область. Понял? Вы шутите? А сколько областей? 26? 27? Ну, это невозможно. Шо значит невозможно? Возможно еще как возможно? Послушайте, но сама идея вечного двигателя противоречит законам физики. О, про законы ты вообще не парься. Мы тут законы сейчас меняем, переиздаем на раз. Любой. Нет, но это законы физики. Их нельзя взять и изменить. Значит, внесем поправки. Простите, их нельзя править. Значит, объявим референдум. послушайте, все... На законах физики основано все мироздание. Красивое слово, первый раз слышу. Мне уже аж интересно стало, что там за законы такие. Ну, взять хотя бы взять закон Гея Люсака, Гейзенберга. Подожди, ну, что ты с геев начал? Давай начнем с традиционных законов. Не надо этих геев. Не надо. Гей Люсак это известный физик-теоретик. Скажите, вам вообще говорят что-нибудь такие имена как Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон? Ну, только разве что то, что они по субботам не работали. Вы совсем не знаете физиков? Вы хоть один закон читали? Послушай, мы сейчас работаем в турбо-режиме. У нас нет времени читать законы. Нам надо их принимать. Понимаешь? Не проголосовал все нафиг из фракции. Не, на это времени нет. Слушайте, как вам объяснить, что законы физики изменить невозможно? Спорим. А что? Сейчас модно пари. Давай так, если нельзя изменить, тогда я ухожу свои посады. А якщо изменить можно, тогда ты возглавишь парад Гейн-Люсаков. Идет. Отлично. Ну, давай, диктуй номер. Чей номер? Да все равно чей. Альберта, Исаака, кто у них смотрящий? Я не смогу вам дать их номер. Да не сты, я не скажу, что я у тебя взял. Нет, просто вы не сможете им дозвониться. А что, поза зону, да? Ну, давай в мессенджер или в телегу постучусь. Есть у них профили на фейсбуке? Этих людей нет в живых. Что, такие законы придумали, что их грохнули? Ничего себе. Ай, я не верю. Скажите, пожалуйста, вы хоть про законы Архимеда слышали? Как вы здесь вообще оказались? По закону Савченко. Вы вообще ничего не помните из курса школы? Что, помню. Там, правила левой руки. Прекрасно помню, я до сих пор практикую. А при чем тут физика, я не понимаю. Ну, оно еще называется правило буравчика. Так, вы меня достали уже с этим буравчиком. То, что я делал ради со своим буравчиком, тебя не касается. Господи, все как с ума сошли, что не видели нормального буравчика. Господи, 3 миллиона просмотров на Ютьюбе. Хоть бы один лайк поставил. Для кого я от всего буравчика выращивал. Так. Я прошу прощения, вы хоть знаете число пи? Конечно, знаю. 450. Что? Ну, мы сейчас работаем над тем, чтобы число пи стало 300. Слушайте, я... какое вообще это имеет отношение к нашему разговору? Ты про двигатель помнишь? Создание вечного двигателя невозможно по закону сохранения энергии. Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда. Она перетекает из одного состояния в другое. Вот ты мне сейчас объяснил, как блуждают гроши по государственному бюджету. Эта схема мне вообще понятна. Давай дальше. Слушайте, этот закон придумали давным-давно. Когда давно? При Яноку? Раньше. При Кравчуку? Гораздо раньше. Гораздо раньше. При Петре первом. Так это недавно? Чего давно? Слушай, рик тому? Петр Великий! Ой, только не надо Великий он невеликий. Я сразу понял, что ты Парахобот. Я вообще считаю, что Виктор Второй был более великий, чем этот. Послушайте, закон Лейбница перевернул науку. А мы перевернули и нагнули ФОПів. Кого? Уже никого, считай, их нету. Послушайте, мир живет по этим законам. Например, основной закон Бойля это физический газовый закон. Ну, там очень сложная формула. Сложная формула это рассчитать транзит газа через Украину. Вот вся ваша академия бы не справилась. У нас один обычный барыга взял и все порешал. Ё-моё, шо ж вы телитесь, я не понимаю. Он в России уже придумал это робота Фёдора, а вы тут тупите. Они просто надели костюм робота на человека. Блин, классная идея. Чё я сам не додумался? Вот я идиот. Что в ней классного? Любой умный человек поймёт, что это обман. А нас умные люди не интересуют. Нас интересует большинство. Ясно? Ну послушайте вы, ну в Штатах для учёных созданы все условия. На них работает целая силиконовая долина. Так тоби циона хватает? Блин, я зараз позвоню, приедут такие девочки, что там не долины, там горы силикона. Тоби понравится. все уже выезжают. Скажите, пожалуйста, вы вообще без понятия? Шо? Это я без понятия? Это я без понятия? За мать казнить, ментов мочить, друзей на зоне подогревать, лохов разводить, слово держать, достал нож бей, сегодня кент, а завтра мент, куму не стучать, вертухаев презирать, вечер в радость, чефир в сладость, фраер накатушкой быть заварушки, свети ворам аниментам, ворам власти мусорам попасти. Достаточно понятия? да, по законам физики живет вся вселенная. Вселенная может и живет, а эта страна жила, живет и будет жить по понятиям. Аминь. алё, да, готов, чем заниматься? Да в пофиг, любой фигней, готов, ради партии, конечно. Всё, когда приступать? Отлично, выезжаю. Так, смотри, тут мы закончили, меня переводят в другое управление, я теперь буду мостостроитель. Будем шулявку строить. Я понял, я остаюсь здесь и буду ждать другого чиновника. Не, 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 я тебя беру до себе в команду. Зачем я вам там? Будешь людям объяснять на своем физическом языке как испаряются бетон и асфальт? Пошли, 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 пошли. Прожить в браке можно либо долго, либо счастливо. Первый вариант, когда вы женитесь в юности, второй, когда вы женитесь в старости. если вы хотите любви до гроба, женитесь лето так в 70. Пап, мам, познакомьтесь, это Антон, мы с ним решили пожениться. Отец, радость-то какая! Поздравляю, в добрый путь. приданая, поклон, благословление, поцелуй, добрый путь, драка будет на свадьбе. Игон, дай хоть с людьми познакомиться поближе, присаживайтесь, Антоша, расскажите, где вы работаете? А Антоша у нас учится на доктора. О, а не на психиатра случайно, а то ее маме как раз нужно. Моя мама здорова. Он учится на хирурга. Ой, как интересно, а на что вы жить собираетесь? У Антоши у меня есть стипендия. О, мать, можешь увольняться, теперь дети содержать будут. Скажите, а где вы будете жить? Тут. Тыц-пердыц. Каких это делов? Алло. Антошину родители предложили нам подарить квартиру, но Антош отказался, и сказал, что всего в этой жизни хочет добиваться сам. Какой благородный дебил. А я ему еще пританы отдал. Папа посутил. Нет. Расскажите, Антоша, о себе, чем вы занимаетесь? Антоша увлекается банджи-джампингом, и он битбоксер. Ну, шо, узнала? Ну, что ж, давайте поговорим о свадьбе. Да, сколько гостей планируете? Пол потока обещала прийти, поэтому мы хотим у вас денег взять. А, это все вопросы к папе. Тыц-пердыц. Че это к папе? У кого родители-банкиры? Алло. Кредит-то надо брать в банке, а не в школе или в пивной. Я вам постелила и еще там кое-что положила. Мама. Не шумите громко, чтобы не разбудить нашу бабушку. Ой-ой-ой. Начинаешь. Мамулечка, привет. Да, че, че за паника у вас тут? Сегодня у нас праздник. Внучку вашу замуж выдаем. Так что вы теперь можете из своего коридора переезжать... В свою комнату? На балкон. Ой, радость-то какая. И совпадушка какая-то. Ха. Меня ж тоже замуж позвали. Ах, отец, слышал, радость-то какая. Вы решили в один день с тебе тут шибануться, да? Заходи, Антон Семенович. Здравствуйте. Здрасте. Вот. У вас товар. У нас купе. О че вы говорите? Мы вам этот товар просроченный. Без всяких торгов отдадим. Бесплатно, по пенсионному. А вы, мамаша, ай, молодец. Все правильно. Засиделись вы в девках. Засиделись. Хотелось бы получше узнать, Клавдию Петровну. А? Может, присядевай. А че садиться? У меня тут все в этой папочке. Тут ее эти флюорограммы, анализы. Егор, ну перестань. Мамулечка, а не поздно замуж? Все-таки 70. Ой, доченька, любви все возрасты попкорн. А вам сколько? А? Я говорю, как давно чернозем топчешь? Анатоль Семеновичу 91. Че? Решил по малолеткам прошвырнулся, да? Красавчик. Чего? Я говорю, освободитель вы наш. А, да. А, расскажите, как вы познакомились? Ой. Я представляю эту увлекательную историю про Жек и Лисабес. Может, как-то по-другому. Мы познакомились в Жеке. Когда шли из Сабеса. Ой, дочка. А как он за мной ухаживал? Неужто лучше, чем санитары в больнице? Заводит меня, значит, в аптеку и говорит, выбирай, че хочешь. Вот это жест. Настоящий мужик. И шо же вы выбрали? Глюконат натрия или гематоген? В отличие от некоторых, нам Виагру покупать не надо. У меня протез. Вот. Вы бы присмотрелись к друг дружке. А мы уже присмотрелись. Мы друг другу давление меряем. Иногда совпадает. смотри, какая любовь. Да. Первый раз вижу синхронизированный тремор. Егор! А когда же свадьба? Я так понимаю, вы уже изнемогаете прямо от нетерпения. Надо денег подсобрать. Зачем? Мамаша наша отложила. Конечно, не на свадьбу, но тоже на торжественное мероприятие. Егор! И, кстати, платье у нее есть новое, ненадеванное. Ну, перестань. А вы, кстати, уже решили, где первую брачную ночь будете отбывать? Я считаю, что лучше всего в 10-й городской. Там отличная реанимация. Ну, перестань, горы. А что со свадебным путешествием? Я считаю, нужно сразу ехать трусковец, потом свалява, потом морщин. Это же знаменитое золотое почечное кольцо. Мамульчка, а что вам подарить на свадьбу? Может быть, что-то из бытовой техники? Дефибриллятор подойдет? Я вообще по утрам бегаю и водой холодной обливаюсь. Да, с такой коммуналкой мы все скоро так будем делать. Слушайте, мамаша, уходите, так у вас же хахаль есть с 9-го этажа. Тихо ты, тихо! А ты фа... А вот ты он! Вот это сейчас махач будет. Вот это рубилово! Я представляю сейчас! Море крови! Море крови! Вот это разгон взял. А! Не дождалась меня, да? Да тебя пока с 9-го этажа дождешься. Три раза замуж выйдешь. А-а-а-а! Молодого себе нашла, да? Ну ничего, я подожду, пока он крякнет. А-а-а-а! Ха! Ха! Отпусти! Давайте поговорим про свадьбу Вы сколько гостей планируете? Родственники, одноклассники? Родители, дедушки, бабушки Игон Нет, только дети и внуки будут Это по-божески, это мы потянем Всего человек 130 Хрена себе плодовитый дедуля Я же это, конкурс придумал вам классный на свадьбу Вот так вот в конце подружки ваши все становятся Вы вот так спиной к ним поворачиваетесь И кидаете им венок, ну тот что от друзей Вот так вот кидаете И кто поймал, тот и следующий А расскажите, где вы собираетесь жить? Ну как здесь, здесь Это же моя квартира Тыцпердыц Первое время пока на ноги станем Это что, навсегда что ли? Я считаю это в корне неправильно Молодая семья должна жить отдельно Я, кстати, знаю неплохое местечко здесь рядом Соседи небуйные Территория огорожена Лавочки везде И главное, тишина гробовая Егор, как тебе не стыдно? Мне стыдно? Вот кому должно быть стыдно Посмотри на нее Привела еще один открытый рот в этот муравейник Егор! А этот, смотри Уже пристроил свой памперс на мою мебель Что? Что? Давай, девушка, я тебя сейчас, знаешь Я тебя сейчас в окно Что? Ой, не встань Ой, только не надо вот этих вот пенсионных понтов Да тише, тише Это он, это у него бывает Это он из-за стройки переживает Кого еще стройки? Ты что, до сих пор коммунизм строишь? Да он пентхаус нам построил Их до свадьбы не успевает просто ремонт сделать Волнуется Подожди, подожди, подожди Пентхаус? Пентхаус Что, дедуля, при бабле? Э, дедок, да мы еще повоюем Хочешь, я тебе искусственное дыхание? Яна, позови На него отвечаешь башкой, что-то хреново ему Так все, никто никуда не расходится, я сейчас быстро Дед, дедушка Да пройдет это Вот такая быстрая выездная церемония, начинайте Это, это В этот радостный день Быстрее, потому что этот радостный день Превратится в грустный Согласны ли вы? Анатолий Семенович, взять с жены Клавдию Петровну Секундочку Согласен? Согласны ли вы, Клавдия Петровна? Да что, по ее роже не видно А если среди гостей люди, которые знают, что наша пара не может быть вместе? Я пристрелю его на месте Объявляю вас мужем и женой Поздравляю! Радость какая! Радость какая! Эй, эй! И этот первый танец невесты И того, кто ее содержал до жениха Основенует начало новой жизни Ой! Горько! Ну что, дедуля Я же сказала, что с этим лохом все проканает Так, так, так Неси меня в нашу законное ложе В нашу комнату Вы что, в мою спальню пошли? Да! Стоять! Мэр одного украинского города был хорошим пародистом Поэтому на день города выступал Монатик, Винник и даже Мадонна Жители города практически поверили Но мэр спалился на Фредди Меркури Под майкой были видны купола Как говорится, новые времена диктуют новые подходы Итак, представьте Провинциальный украинский городок День города по-новому Маруся! И что? Маруся! Знаешь что? Закажи мне билеты на самолет В Швейцарию Хочу, чтобы наш Зеленожопинск был городом-попротивом хельсингов Поняла? Егор Григорьевич, но Хельсинки это Финляндия Вам заказать билеты в Финляндию? Нет, мне в Швейцарию Конечно я знаю, что Хельсинки это Финляндия Я из Швейцарию буду решать вопрос с Хельсинками Ну короче, давай, на 15-е туда и на 15-е обратно На один день? Не, на месяц! Что там один день? Это же серьезный вопрос Егор Григорьевич, вы наверное забыли, но 15-го числа у нас день города Вы же обещали жителям концерт, а сами уедете? Черт, точно! Я же и в прошлом году не был, да? Ну тогда это хоть оправдано было? За вами же СБУ приехало? Ну, я вообще не виноват Я сидел работал тут, вот, СБУ Ладно, ладно, концерт так концерт Окей, сделаем вот эту площадь Сцену поставим Кто у нас сейчас этим занимается всем? Управление культуры Там сейчас молодая, перспективная и очень креативная команда Кстати, уже второй день в приемной ожидают Может, позвать все-таки? Ну давай, давай, зови, сейчас решим Ребята, заходите Значит так, я уже неоднократно заявлял и повторю еще раз В моем городе гей-парада не будет Егор Григорьевич, знакомьтесь Это начальник управления Жан И его помощник Елисей Жан Елисей? Маруся, на секундочку Узнай, что там в Швейцарии с ПМЖ Слушай, чувствую, с такими типами у нас будущего никакого тут нету Так, ладно, сейчас решим Здрасте Hello, bro Hi, brother Я не понял, это шо, у меня сейчас два мата прилетело? Это они так здороваются А шо, рукопожатие уже не модно? Ладно Значит так Мы здесь по вопросу дня города Значит, во-первых, в моем кабинете курить нельзя Так это я вейт А я мэр Это мой кабинет Нельзя, значит нельзя Это электронная сигарета Тем более Ты шо, идиот Тебе сейчас столбанет током Не хватало еще Чтоб ты тут ханьки откинул Как она тушится? А, ладно Значит так Смотрите Какая у нас проблема? У нас нет проблем У нас есть задачи, с которыми мы готовы справиться Еще раз меня перебьешь У тебя будет такая проблема, с которой ты не справишься В нашей стране это не зашивают Ясно? Значит, смотрите 15-го числа У нас день города Будет площадь Будет куча детей Куча молодежи Будут пивные точки Наливайки Сладкая вата Ну и сцена будет стоять Поэтому нужно, чтобы там кто-то Гала-гала-гала-гала И чтобы они быстренько Га-га-га-га И подымал Понятно? Давайте Приклассите там кого-нибудь Кто сейчас на волне? Павлой Зибров Там, Виктор Павлик Ива Бобл Давайте Нет, эти все уже давно не в тренде Предлагаю пригласить кого-то молодых И хорошенько хайпануть Я тебе дам хайпануть Вообще-то Не легализовано еще это все Я сам любитель Но давай сначала дело Потом все остальное Хайпануть Это Это ты имеешь в виду Хайпануть из бюджета? Ааа Тогда хопалка у тебя еще не выросла Хайп Это New Wave Extraordinary Understand? Из того, что он сказал Только understand Ладно Вы знаете, сейчас просто Очень много продвинутых Исполнителей А вот продвинутых нам не надо У нас простой городок У нас до сих пор любят натуралов Так что давайте Что-нибудь веселое Заводное Молодежное Что там? Предлагаю, чтобы концерт Открыли Little Big Что-что? Ну, Little Big По-английски Маленький и большой А, ну так и говорите Маленький и большой У кого из вас Маленький, у кого большой? Little Big Это группа такая А, это группа? Группа Хорошо Что поет группа? Скиби-ди Будь здоров Что поют? Скиби-ди? Ты там дай ему Какие-то таблетки А то вот видишь Чихает постоянно Что поют эти ваши Little Big Скиби-ди нужно Не просто слушать Их еще нужно Смотреть Давай посмотрим One, two, three Скиби-ди-ва-па-па 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 Скиби-ди-па-па Скиби-ди-бум-бум Ай Скиби-ди-бум-бум-бум-бум Ай Скиби-ди-бум-бум-бум-бум Папа-папа Бум-бум Скиби-ди-па-па Хорош! Спасибо! Спасибо! А батюшка уже ушел? Ушел. Может вернуть? Вряд ли поможет. Хорошо. Все понятно. Один вопрос. Вот это. Это танец или это ваши планы друг на друга? Просто, чтобы я понимал. Это сейчас самые модные движения в мире. Да это понятно. Все эти движения знают. Мы с Марусечкой тоже их изучали, когда моя жена была в отъезде. Но мы сейчас не об этом. Это же главная сцена города. Не может же концерт начинаться с того, чем он обычно заканчивается. Правильно? Но это же мега-хит. Да понятно, мега-хит. Да. Но вы же должны понимать, что это концерт для всех горожан, а не только для ваших друзей-наркоманов. Ну хорошо. А как вы относитесь к грибам? Да нормально, отношусь до мной, не ездил. Ну вообще лисички люблю, подосиновики. А шо? Да нет, группа грибы такая. Группа? А это группа? Она правда недавно распалась. На шо, на шляпку и ножку? Вы по-любому должны знать их хит. Да? А ну давайте. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, ведь сегодня мы только вдвоем. Курточка моя так хорошо сидит за ней. А я знаю. Я помню эту песню. Мы с губернатором ее орали, когда от СБУ сваливали. Было дело. А че, а мне нравится. Давай записывай грибы и шляпку, и ножку давай туда. Лед, да? Лед, да? Хорошо. А есть еще что-то вот в таком же? Можем заказать хлеб. Что, нахавчик уже пробило, да? Электронная сигарета. Ага. Да, понятно. Закажи им пиццу. Это группа такая. Хлеб. Группа? Группа. Какой идиот назвал группу хлебом? Это шо, второй состав группы Колобок? Что-то меня, по-моему, этим хайпом тоже зацепило. Наверное, окна приоткрою, а то что-то... Так, а шо у нас за песни у группы Хлеб? Мне нравится Шашлиндос. Мне тоже нравится бухнуть на природе. Ну не об этом разговор сейчас. Делом надо. Песни какие у них? Секунду. Шашлиндос, 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 шашлиндос. А хотите, я угадаю третий куплет? Там всего два куплета. Не угадал. Так, давайте шашлын-дос оставим на майские. Да? Вот. А мы что-то поищем, может, какое-то народное что-то есть такое. Есть. Группа раса. Просто раса? Да. Не два пи, а просто раса. Просто раса. Просто раса. А, я знаю, это. Я люблю свою машину, крепко жму на тормоз. Нет, это другая, это молодежная раса. А, ну, давайте, давайте. Ты пчелая пчеловод, а мы любим мед. А мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчелая пчеловод. А мне нравится. А мне нравится. Ты пчелая пчеловод, между нами тает лед. Хорошая. И про пчелы, и ни о чем одновременно. Во. Давай, давай, вот это записывай. Очень хорошо. А есть у них еще какие-то песни? Пока это их единственный хит. А чего? Вроде ж не сложно. Ты корова, я комар. Ты бадун, я перегар. Я тут уже полальбома им накидал. Давайте, скажите им, пускай сочиняют еще 12 песен. И как раз закроет нам половину концерта. Да? Что у нас на вторую половину? Есть что-то зажигательное? О, есть очень зажигательное. Охрана, отмена, вина чина с вами не лена. А я не лена. Я яна. Охрана, выведет боль, ляжи, я встану. Я все, я встану. Ты ляжешь, ты ляжешь, ты ляжешь. Ляжешь, я встану, я. Маруся, от тебя не ожидал. Меня здесь кто-то слышит вообще? Я шо сказал? Нам нужны артисты на главную площадь. Нахрена вы мне рекламу «Розетки» поете? Она у меня уже в воде сидит. Не надо. Не надо. Все. Есть что-то? Вот типа «Пчела, я пчеловод». Хорошая песня. Что-то ж было еще про пчел, про мед. А, это, Алина Гросу пела. Пчелка, пчелка, жу-жу-жу. Жу-жу-жу. Хорошая песня, хорошая девочка. Шо она там сейчас поет? Хочу я баса. Браток. Я тоже хочу побыстрее все закончить и отправиться провожать Марусю домой. Ну, у нас же есть дело какое-то, да? Давайте его закончим. Шо поет Алина Гроса, я спрашиваю? Хочу я баса. Песня такая. Ой-ой-ой, а девочка подросла. Ты смотри. Раньше у нее простые были детские желания. Мед, пыльца. Ну, это, наверное, возрастные особенности, да? Ну, не будем ей мешать, не будем ее приглашать тоже, потому что, вы представляете, да? И если она со сцены прямо вот это вот произнесет, то мы полетим с вами прямо отсюда в попу. Попу как у Ким? Шо? Попу как у Ким, попу как у Ким, вот-вот, попу как у Ким, попу как у Ким, вот-вот, попу как у Ким, попу как у Ким, попу как у Ким, мужа-мужа-мужа-мужа-бела, а попу как у Ким. Так, нет, 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 это вообще ерунда какая-то. Не надо нам вот этих вот молодежных, вот этих... Лучше старую гвардию, как говорится. Вот Настю Каменских, например. Она что-то сейчас новое есть у нее? Так это она и поет. Про попу, как у Ким. Ой-ой-ой, знал ее как приличную женщину. Это Потап на нее так плохо влияет. О, кстати, Потап, мы же можем его пригласить. Боюсь, что Потап сейчас своими мозгами занят. Взялся все-таки за голову, да? Не, ну пора уже, 40 лет мужику. Ну ладно, а чтоб других рэперов нет у нас в стране? Почему много? Например, Алена Алена. А, я знаю, кручу я диск телефона. Нет, это другая Алена Алена. Апина Апина? Да нет, это новая рэперша, это тренд. Прям самый тренд. Кто там сказал, на мамку падло, кому жить на бридло, зараля женатно? Кто там сказал, на мамку падло, прошу писанки я, як Пикассо Пабло. Ну, шо сказать. Алена, Алена, нафиг нафиг. Хотя стоп, подожди. Это ж мы можем ее провести по документам для Налоговой, как две отдельные артистики. алёна и алёна нам это подходит хорошо берем кто еще у вас там есть тенемика шо-шо тенемика ее поросит это шо ж вас никак не попустит может пирожков то потерпи ты пирожков писку заказала скоро будет ваша жрачка я артур имел виду пирожков артурчик потерпи пицца едет ну ну такая шо там есть у вас есть мега народный хит например давай виски кола королева танцпола виски кола королева танцпола виски кола давайте давайте не будем развращать наш народ у нас народ простой поэтому самогонный компот любит наш простой народ но вот так вот им скажите переписать слова слышишь маруся у тебя есть еще какие-то предложения ну время истекло что уже ну а что ж тогда извините до свидания наверно завтра тогда увидимся его григорь григорьич это группа такая время истекло там позитив и дорофеева время истекло позитив и дорофеев это четыре человека шо у них за песни поют е-бой 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 я думаю уже достаточно дамы можно подытожить подсчитай смету пока и так шо у нас получается начало концерта грибы лед потом пчела и мед потом самогон и компот не праздник а песня так шо у нас тут но вот с салютом получилось где-то 100 тысяч долларов а ну-ка сейчас я подправлю так на смотри салют мы оставляем да все остальное нахер но егор григорьич ну а как же ну концерт на люди придут но кто же петь-то будет это же прекрасный дуэт артистов-пародистов как-то маленький большой а это будет худой и жирный а по документам их вообще проводить не надо потому что артисты пародисты денег не берут они только дай по пародировать пойдемте пойдемте я покажу вам я боюсь я боюсь дezель шоу дezель шоу дezель шоу Субтитры сделал DimaTorzok